Александра Лунина трудится врачом-реаниматологом уже больше 11 лет. Когда в клиниках медуниверситета развернули ковидный госпиталь, ей пришлось лечить своего супруга, который заболел коронавирусом. Сначала он находился дома с детьми, но потом ему стало хуже. Мужчину привезли в больницу с сильной лихорадкой. У супруга Александры Луниной было поражено 40% легких. В течение суток он попадает в отделение реанимации интенсивной терапии. На неинвазивной вентиляции легких он у нас находился 3 дня. Дальше в течение 2 недель, ну 3 дня мы боролись за его жизнь и здоровье. Дальше в течение 2 недель он лечился здесь. Был выписан, к большому сожалению, как бы с осложнениями. Вот с вирусом миокардии, он до сих пор находится на больничном листе. Но состояние его уже лучше, то есть мы уже на пути к выздоровлению. Госпиталь открыли 19 мая. Работы было так много, говорят врачи, что они и не заметили, как пролетело время. Медикам приходилось работать с тяжелыми пациентами. Для этого открыли блок интенсивной терапии. Больные заняли все койки буквально за 2 дня, но доктора, которые столкнулись с большим потоком больных, сложности не испугались. Их профессиональный подход к делу отметили не только руководители медучреждения, но и благодарные пациенты. Пациенты, я могу сказать, что очень многие присылали благодарности нашим врачам, которые боролись за их жизнь, потому что больные достаточно тяжелые. Очень много добрых слов и от родственников, и от пациентов при каждой выписке. Всем докторам, не только мне, но и лечащим врачам. Я сам был лечащим врачом многих пациентов, всегда от чистого сердца нас благодарят. Самое главное, это когда пациент поправился. Других наград не нужно. За несколько месяцев работы в клиниках медицинского университета поставили на ноги более 500 пациентов. Причем 20% из них находились в реанимации. Врачи не только помогли больным, но и приобрели бесценный опыт в борьбе с пандемией. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. Субтитры создавал DimaTorzok